А если не будут брать, отключим газ. Статья на Кунте за 7 июля 2020 года. Александр Халдей. В принципе, Лондону за введение санкций в виде заморозки активов изобрета на въезд в бывшую Великую Британию нужно только спасибо сказать. Помогают национализировать элиту. Толку нам от вывезенных за границу денег никакого. А вот бумеранг, прилетевший вороватым компрадором, мечтающим о жизни на две страны, дело весьма справедливое. Больше санкций, хороших и разных. У евреев с древности есть поговорка. Враг сделает имущим. Это правильно. Друг придет и заберет газ, нефть, Белгазпром, банк, долю на внутреннем рынке, а сам потом будет кричать о суверенитете и многовекторности. От него только убудет. Враг – другое дело. Он с животворящими санкциями запустит импортозамещение, национализирует элиту, сплатит нацию, избавит от заблуждений, научит воевать и Родину ценить. Друг сделает слабее. Враг сделает сильнее. Есть в этом парадоксе какая-то доля истины, если не сводить это к абсурду. В британских санкциях поражает сочетание ненависти и беспомощности. Точнее, бессильной ненависти. Это откровенная демонстрация эмоций, то, отчего отучали британскую элиту с раннего детства. Все вырождается, даже британская элита. Ударить в лицо не могут, так плюнут в спину. Их даже жалко. С их привычкой к прошлым амбициям, такое мелкое мщине, найти 25 зависимых российских миллионеров и не пустить их в Англию. Ну, наверное, для них это горе. Страна не заметит потери бойца. Нам никак, а англичанам приятно. Почему бы и нет? Путин как-то предупреждал насчет пыли, которую замучаются глотать. Не поверили. Теперь пусть не расстраиваются. Как пришло, так и ушло. Не в деньгах счастье. Александр Халдей. А если не будут брать, отключим газ.